Солнце спряталось за горизонтом, и жителей деревни тут же окутала вечерняя прохлада. Андрей только пригнал стадо скота в загон. Он валился с ног от усталости. Все, о чем парень мог думать, это стакан холодной воды и душ. Когда он вошел в дом, его сразу окутал аромат дорогого парфюма. Брат привычно вертелся у зеркала, рассматривая, как на нем сидит черная дорогая рубашка и прекрасно скроенные брюки. О, ты уже освободился? Улыбнулось Андрею отражение Миши. Наконец-то, вяло ответили ему. Дуй быстро в ванную, поедем вместе, оттянемся. Я устал, не хочу никуда на ночь глядя. Ты же знаешь, эти клубы не для меня. Отмахнулся Андрей, но брат не унимался. Мы родня, но делаем все врозь. Давай, не ленись, поехали. Найдешь себе подружку, забудешь свою Оксану. После этого Андрей больше не отвечал Михаилу. Его брату лишь бы деньги отцовские тратить и считать, что все прекрасно. Конечно, с капиталами семьи весь мир лежал у его ног. Леониду Андрей приходился неродным сыном. На Марине мужчина женился после смерти своей жены. К тому моменту у нее уже был ребенок. Вся любовь и внимание с детства доставались только Мише. Он и сейчас купался в родительском снисхождении. Леонид позволил парню проводить дни в безделье и тратиться на развлечения, а неродного сына заставлял зарабатывать на собственные нужды путем тяжелой работы на ферме. Мужчина был богат за счет земли и сотен голов скота, но для Андрея жалел и лишней копейки. Тебе еще повезло, что твой брат не изверг и не понимает, что мог подмять тебя под себя. С сочувствием говорили Андрею друзья, желая поддержать. Показайте приятную сторону действительности. Точно, он у тебя безобидный, рубаха парень, да и к тебе относится по-доброму. Андрей прекрасно понимал, что на фоне брата, привыкшего к модным тусовкам, он выглядел именно тем, кем являлся – пастухом. Шум громкой музыки приносил ему дискомфорт, а разукрашенные девицы не вызывали симпатии. Парень был скромным и не хвастался собственным выдающимся умом. Школу он окончил на отлично и оставался любознательным, сразу запоминая все то, что прочитал. Андрей не ставил на себе крест и однажды планировал выбиться в люди, съехать от родных и начать самостоятельную жизнь. Однажды он был влюблен и едва не женился на дочери председателя, Оксане. – Кыш отсюда! – гаркнул на него отец невесты. – Свататься он пришел. Я на ваши прогулки под луной глаза закрывал, но жениться не дам. Оксана моя, мой цветочек, достойна всего самого лучшего и будет жить в достатке. А у тебя, парень, есть средства, чтобы ее обеспечивать? Андрей покраснел, потом побледнел, но возразить ничего не мог. Не было у него ничего за душой. – То-то же распустил тут хвост. Чем-то лучше других нищих женишков на деревне. И думать забудь о моей дочери. Оксана отцу не перечила и оборвала с возлюбленным все связи. Этот случай облетел каждый дом. Все смеялись над Андреем. – Губа не дура, – замахнулся на дочь председателя. – Вот парни сейчас пошли, хотят у жены на шее сидеть, – говорили матери дочерей на выданье. – Ни стыда, ни совести. Парень почувствовал себя неудачником и совсем потерял терпение, когда Леонид заявил, что ему пора самому о себе заботиться. – Хватит сидеть у матери под юбкой, – заявил как-то пожилой мужчина. – Я все передам только Мише, а ты мне не родной. То, что нажито мной, тебе не положено. Не знаю, чего ты ждешь. – Ты заявляешь, что просто бесполезный, чужой для тебя человек? А кто помогал тебе с раннего детства? Кто выполнял все поручения беспрекословно? Кто разбирается с документами, когда твои идиоты-бухгалтеры не могут разобраться со своими же бумагами? Не смог сдержаться Андрей, услышав такое заявление. Много лет им пользовались и давали самую грязную работу, словно испытывали. А теперь – ногой под зад, вперед, на свободу? – Тихо, – стукнул Леонид кулаком. – Смотрите-ка на него, голос прорезался. – Это мой дом, и я здесь устанавливаю порядки. Не нравится? Выметайся. – При смерти будешь лежать, и я не вернусь. Будешь сам разгребать свои проблемы. Нет меня больше для вас. Давно надо было свалить и жить, как хочется. А я ведь тебя отцом всю жизнь считал. Марина не стала останавливать сына. Что она могла, когда двое мужчин разругались в пух и прах? Пусть ее Андрей тихий всегда, но гордый. У нее не было денег, чтобы помочь парню, а о родном отце она никогда не рассказывала. Местные сочиняли сплетни на разный лад, но правды никто не знал. Андрей приехал в город, не поддаваясь никаким препятствиям. Он был так золный Леонида, что во что бы то ни стало решил обустроиться и наладить жизнь собственными стараниями. Долгими уговорами ему удалось выбить себе место в небольшой охранной организации. Парни они должны были принимать без службы в армии, но он смог убедить, что годится для этой работы. Я пустухом был много лет, следил за стадом в сотне голов, хищников отгонял. Да с вашим объектом справлюсь, – заверил работодатель Андрей. – Ну хорошо, посмотрим на что ты способен. Первое время парень жил прямо на объекте, потому что своего жилья не нашел, а с первой же зарплаты снял хрущевку на окраине города. Квартира хоть и была старой, но бабушка Ира и ее хозяйка, милая и добрая старушка, содержала имущество в чистоте. Она отнеслась к юному арендатору с заботой и любопытством. – Знаешь, милок, а лицо мне твое знакомо, – сказала она, прищурившись, глядя на Андрея. – Не может быть, я у вас в этих краях впервые. – Я хоть и стара, но память у меня отменная. Хочешь, Бородино перескажу? – Не стоит, я вам верю, – отмахнулся парень. На работе у Андрея все шло гладко. Он охранял огромную складскую территорию. Чтобы развеять скуку, подобрал на улице помощника, щенка. Тоби не обещал стать большим и быстрым, чтобы распугивать хулиганов или воров, но хотя бы развлекал парня. – Помощник у тебя неважный, – потешались над псом коллеги. Разве такой напугает или догонит? Его колбасой сманят в два счета, а от начальства потом влетит. – Ничего вы не понимаете, мужики, – с ухмылкой отвечал парень. – Мне он нужен для души, другом будет. Андрей вел размеренную жизнь, обживался на новом месте, немного откладывал с получки и рассчитывал дальнейшие перспективы. Однажды под вечер в его смену на склад приехал Владислав, сын владельца. Парень видел его впервые, но он ему сразу не понравился. Он оказался настоящим мажором в дорогих вещах и производил неприятные впечатления. Рядом с полным Владом, чавкавшим на ходу жвачкой, быстро семенила привлекательная женщина, боязливо озиравшаяся по сторонам. – Ну что там застыло? – подгонял ее мужчина, грубо дергая за руку. – Отец сказал, документы ему нужны срочно, если из-за твоих каблуков мы не успеем, сама будешь отвечать. На складе всем было известно, что у хозяйского сына есть невеста, но по хамскому поведению мужчины и несчастному взгляду женщины несложно было догадаться, что любовью там и не пахнет. Раньше они учились в одном классе, и Ветта помнила, каким противным и заносчивым был Влад. Он рос балованным и не считался с моральными нормами, а от его шуток уши краснели у всего класса. – Почему ты не хочешь быть со мной? – кричал он в девятом классе, не давая девушке пройти мимо. Для скромной ученицы, которая тогда не думала о мальчиках, такое поведение было непристойным. Она стыдилась внимания Владислава. – Вот это не повезло нашей ботанке! – смеялись остальные девушки, искренне радуясь, что их миновала такая участь, стать первой любовью богатого невеже, да и внешне он был неприятен. – Если бы он за мной так по пятам ходил, я бы в другую страну переехала, он же такой противный, а его пальцы с обкусанными ногтями – фу! После школы пути и Ветта и страшного ухажера разошлись. Парень вырос и стал жить на всем готовом за счет отца, а сам и не трудился найти источник заработка. Время шло, характер не менялся. Девушка же в это время с отличием окончила институт, планировала строить карьеру, даже уже разослала свое резюме в несколько известных фирм. Но вдруг случилось несчастье. – Милая, ты только не волнуйся! – проговорила и Ветти мама. Доктор разглядел на снимке опухоль, вот почему я сознание теряла. Женщина от таких новостей сама чуть в обморок не упала. Маме требовалась не одна операция, каждая влетала в копеечку, а все больничные расходы ей придется брать на себя. Больная увидала на глазах, а ее дочь не знала, что делать, где взять столько денег. Тут-то пути одноклассников снова пересеклись. – Слушай, друг, я тут короля твою видел в больнице, – сообщил Владиславу давнеприятель, который проходил ордернатуру в больнице, где обследовалась мать и Ветты. Ее мама тяжело больна, операция требуется срочно, а у них денег нет. Я видел, как она плакала в коридоре от безысходности, чтобы мать не расстраивать. Отца не похоронили, бедствуют. Может, ты ей поможешь по старой дружбе, а она ведь когда-то была тебе дорогая. Губы Влада тут же растянулись в хищной улыбке. – О, этой красавице я всегда готов помочь. Его условие было простым – выйти за него замуж. И Ветте было противно, гнусно продавать себя другому человеку, который был ей ненавистен. Все минуты близости с ним она сдерживалась, чтобы не разрыдаться и не оскорбить его брезгливостью. Мужчина такого не прощал. Эта ситуация давала ему власть над той, которая больше года не давала ему покоя, но никогда не отвечала взаимностью. Он был готов на коленях перед ней валяться. У всех на глазах угождал ей и делал подарки, а она ни одного не приняла. Пришел его черед носом воротить. Громкая ссора между Владиславом и его невестой рассердила Андрея. Он не мог стерпеть такого отношения к женщине и вступился за нее. Владислав таких, как он, за людей не считал, поэтому сразу стал махать кулаками и угрожать расправой. Но выросший в деревне парень был не так прост. Он с легкостью уложил мажоры на лопатки. – Пусти, тварь, – горланил Влад. – Собирай манатки и проваливай, здесь ты больше не работаешь. Андрей пожал плечами, подозвал Тоби и собрался уходить. – Ты что натворил? – Иветта стукнула спасителя по руке. – Кто тебя просил вмешиваться? – разрыдалась она, и макияж растекся по ее лицу. Но парень не растерялся. Взял женщину за руку и вывел на улицу. – Все потеряно. Кто теперь мамочке моей поможет? Он же не простит, не простит. Я же ребенка от него ношу. Ну, я его и сама воспитаю. – бормотала Иветта, прижимая ладони к лицу. Андрей растерялся, он не знал, во что впутался и как ей навредил. Он принес искренние извинения, но для дочери, потерявшей единственную надежду уберечь мать от смерти, утешение было слабым. Андрея уволили, не заплатив за последний месяц. Он сидел без работы в четырех стенах. Хорошо, что баба Ира разрешила привезти Тоби в квартиру, иначе он бы совсем потух от тоски. Однажды, сильно разыгравшись после выгула, пес вносился по комнатам и оттолкнулся от одной стены с задними лапами, оставив на ней царапины. – Ну, что ты натворил? Бабушка не простит твою мохнатую морду. Пальцем погрозил ему Андрей и наклонился, чтобы оценить ущерб. Тогда он и заметил, что в стене есть ниша, а в ней – шкатулка. Внутри парень обнаружил золотой песок в нескольких мешочках, а еще – фотографии своей матери. – Ничего себе! – Андрей тихо осел на пол, рассматривая находки. Он не знал, что его больше поразило – то, что он нашел золото или потертые фото матери с каким-то мужчиной, на которого она смотрела влюбленными глазами. В тайнике нашлись и письма, написанные рукой Марины своему возлюбленному. Парень сразу обратился к бабушке Ире, ведь она в первый день заявила, будто ей кого-то напоминает. – Точно, этот мужчина у меня тут жил, Георгий его звали, давно это было, лет двадцать назад, – подтвердила старушка, любуясь на фото пары. – Он о себе мало рассказывал, говорил, что невеста у него есть, а он на прииске собирался ехать, чтобы семью будущее обеспечивать. – Только с того момента я его и не видела, сгинул там, видать. – Вероятно, так оно и было, – решил про себя Андрей. – Он был так взволнован находкой, теперь он стал ближе к своему отцу, видел его лицо, радовался их внешнему сходству. Марина тогда уже была беременна и осталась одна, когда жених исчез без следа. Тайник Георгия двадцать лет хранился в стене и никто о нем даже не догадывался. Парень решил, что хватит ему без дела пролеживать, пора средства в ход пустить. Часть песка он обменял и потратил на ремонт квартиры бабушки Иры, которая относилась к нему как к родному внуку. Другую часть денег парень предложил Иветти, чтобы провести матери операцию. – Господи! – та заключила его в объятия и разрыдалась на плече. – Ты мой спаситель, мой ангел, я вовек не забуду, я теперь тебе обязана, все что хочешь сделаю. Андрею женщина понравилась, его даже не останавливал чужой ребенок. – Мне ничего не надо, только навещай твою маму. Парень оказался рядом тогда, когда Иветти очень нужна была поддержка. Они сблизились, много времени провели в больничных коридорах. Иветта привыкла, что Андрей всегда был рядом, надежный, бескорыстный. Когда мама Иветты перенесла все операции и смогла выписаться, парень предложил им переехать в деревню. – Там точно меньше болячек! – улыбнулся он. Тоби он тоже забрал с собой. Поначалу они поселились в небольшом доме, а рядом на хорошем участке Андрей занялся строительством нового дома. Он вышел таким просторным и современным, что жилище Леонида больше не было самым богатым в деревне. Парень решил заняться тем, что у него лучше всего выходило – фермерством. Трудное детство стало хорошим подспорьем для собственного бизнеса. Денег Андрею хватило и на подержанную технику, и на скот, и на земельный надел. Многие работники перешли к нему от приемного отца, потому что Михаил, который взял на себя управление, оказался неспособным руководить. «Теперь можно и жениться», – сказала мать и Ветте после проделанной работы. Женщина к тому моменту уже родила, и Андрей настоял, чтобы его записали отцом ребенка. «Здесь мы будем счастливы», – пообещал ей мужчина, держа малыша на руках. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу, какой местной еще не видели. Гости веселились до утра и еще долго обсуждали праздник. Поздравить сына пришла только мать, остальное семейство Андрея на свадьбу не явилось. Михаил разорил всю ферму. Ему теперь было стыдно показываться знакомым на глаза. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. А чтобы узнавать о выходе новых интересных историй, при подписке нажмите колокольчик. Всего вам доброго!